Дорогие девушки, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Жанна Санжак, я визажист и работаю я визажистом уже 26 лет. Здесь я обучаю женщин искусство красоты. Я помогаю вам правильно делать макияж так, чтобы вы виртуозно подчеркнули свои достоинства и скрыли какие-то небольшие недостатки. У меня есть группа в ВКонтакте, также есть канал в Телеграм-канале, поэтому вот под этим видео есть ссылочки, если вам там удобно смотреть мои видео, лайфхаки, переходите туда. Ну а здесь сейчас я хочу вам рассказать про то, как можно адаптировать тональный крем любой под свою кожу. Я наблюдаю за тем, что многие женщины, которые хотят выглядеть хорошо, но все-таки не могут найти свой тональный крем или, бывает, просто даже отказываются. И все из-за того, что он выглядит слишком заметным. Он подчеркивает морщины. У кого так? Напишите. Также он может создавать неприятные ощущения на лице. И в итоге или вообще его не используют, или используют как-то неправильно. А как это неправильно? Я сейчас покажу. И поэтому вы не добиваетесь великолепного результата. Я люблю макияж, который как будто бы отсутствует, то есть иллюзия собственной кожи. Поэтому сделать такой макияж значительно сложнее, чем нанести на лицо безумное количество тональных средств и пудру. И то, что мы как раз видим в сети ролики, когда берут блогеры, визажисты молодые, и вот так льют на свою кожу тональный крем, потом все это запечатывают одним средством, вторым. В итоге получается, ну такая маска. И когда кожа без морщин, нету шелушения, она идеальная. На самом деле выглядит это замечательно. Но вот когда мы становимся старше, я это знаю не по насыщке, мне уже практически 50 лет, ну 49 с половинкой. И, конечно, я прекрасно понимаю потребности женщины, которые видят этот тональный, потому что кожа становится с ним не такая эффектная. Так вот, как же правильно нанести тональный крем и адаптировать под себя? Значит, первая ошибка – это когда неправильное нанесение. Это как? Это вы берете тональный крем, выдавливаете его, а затем что вы делаете? Вы берете вот эту каплю, кстати, так же, как и рекомендуют во многих рекламных роликах, и наносите вот ее вот так вот на лицо. А потом, что я очень тоже часто наблюдаю у своих студентов и клиентов, начинаете вот таким вот образом растирать. Если кожа неровная, я имею в виду неровная и по цвету, и может быть есть какая-то шершавость, шелушение, а мало ли того еще там, например, розация, то тогда вот такие выдвижения на коже, они что сделают еще более заметным? И то он будет просто безобразно лежать, и вы уже ничего не сделаете. То есть вот такой метод нанесения не подходит вообще. Есть другая категория девушек, женщин, которые наносят тональный крем очень аккуратненько. Аккуратненько – это как? Это берут небольшое количество и наносят одним пальчиком. То есть не вот так вот растирают, а взяли капельку и вот так вот. Я аккуратненько, я немного, чтобы у меня там все было естественно. И получается тут пятнышко тона поставили, вот здесь вот немножечко, вот здесь вот чуть-чуть, и в итоге у вас тональное средство будет пятнами, потому что вы бы сюда нанесли, потом сюда, потом сюда какой-то участок пропустили, и в итоге вот и получается, что он вот такими островками, которые не создают вот этого идеального покрытия. Плюс это занимает очень много времени, пока вот так вот аккуратненько растушевывают, растушевывают, растушевывают или наносят. Кстати, растушевка и нанесение – это разные вещи. Есть девушки, которые наносят тональный крем. Наносить – это значит вот такие вот деликатные аппликативные движения. А те, которые растушевывают, это выглядит вот так вот, стирать, чтобы было не видно, и практически вы руками делаете массаж. И это не дает вот это совершенное покрытие, лицо выглядит некрасиво. Нужно пересмотреть свое нанесение, сделать это качественно и, самое главное, быстро. Я очень люблю, когда это быстро. Так что же такое качественное нанесение? Значит, у вас чистое лицо, вы берете тональный крем сначала обязательно на руку, обязательно. Здесь его немножечко погрели. Что значит погрели? Вот растушевали, и когда вы вот такими движениями разогреваете тональный крем, он как будто бы за счет температуры рук подтаивает и становится эластичным. То есть, ну только это тоже нужно делать достаточно быстро, не то, чтобы вы 5 минут стоите и начинаете вот эту вот процедуру тут делать. Нет, чуть-чуть сделали, капельку разогрели, и у вас на пальчиках есть вот так вот тональный крем, и вы вот таким вот образом наносите, смотрите, раз, раз, раз. И у вас сразу получается очень масштабное покрытие. Следующий этап, вот нанесли, на зону глаз старайтесь не наносить, она очень тонкая, на эту зону мы нанесем специальное средство, консилер, который будет более тоненький, легкий и не забьется в морщины. Нанесли вы таким образом, и смотрим, если вас устраивает, замечательно. Если вам не хватает плотности, нужно чуть-чуть поплотнее, то вы тогда набираете еще раз тон и дублируете, и таким образом у вас будет более совершенное покрытие, но при этом тонкое. Самое удобное, на сегодняшний день я рекомендую прям всем приобрести вот такой вот бьюти-бленда. Это спонжик, который достаточно большой, вот важно, что он такой большой. Если его намочить водой, он становится очень мягкий. Вот я его намочила, он очень мягкий, вода не течет, но при этом, посмотрите, его можно прям, видите, как спрятать его в руку. И вот эти спонжики современные, они позволяют сделать просто совершенное покрытие. Но самое главное, техника, то есть это нужно не вот таким вот образом тереть, стирать, а именно как будто бы вы тональный креп немножечко вот туда припечатываете. Вот это и делает его более тонким, безупречным. Движения могут быть достаточно быстрые, можно не спеша. Но вот тут как раз, учитывая, что этот спонж достаточно большой, вы видите сразу, какое покрытие идет. Это очень удобно и быстро. За счет того, что он влажный, и вот эта влага, которая там осталась, в этом спонже, она как будто бы немножечко подтаивает тональное средство. И у вас получается очень тонкое покрытие. Если у вас расширенные поры, то именно вот эта техника тоже позволит, чтобы в порах тональный крем, вот как в каждой лунке, не лежал, а очень хорошо распределился по коже и не был заметен. Вот это прям очень важно, особенно для центральной части лица. Если вы нанесли тональный крем и сделали спонжиком, и смотрите, и вам кажется, ну нет, но все равно он заметен. Что еще можно сделать? Как адаптировать под свою кожу? Или, например, обновить в течение дня. То есть, когда особенно там лето, жарко, тональные средства тают, текут, и нет вот этого эффекта, как будто вот вы свеженько только что убежали из дома. Берете спрей для лица, увлажняющий. В летний период можно использовать спрей, который со спрей-защитой. И прыскаете на лицо. Это может быть сыворотка, мист, гидролат. И прыскаете на лицо. Прыснули. Затем берем опять бьюти-бленда. И как раз этот тональный крем, который у вас на лице, вот такими движениями, очень важно, не вот так вот в стороны, а именно вот такими аппликативными. Что происходит за счет того, что есть вот этот немножечко увлажняющий эффект, влага на лице, спонж в данном случае выступает как такая абсорбирующая губка. То есть он немножечко на себя забирает излишки тона. Или помогает более тщательно распределить роненько по лицу. Таким образом вы добиваетесь совершенного эффекта. Не забываем про шею. Вот здесь уже можно сделать движения вот такие, чтобы тональное средство было плавное распределение по лицу. И важный момент, что когда мы используем спрей или влажный спонжик, то от этого тональный крем становится более стойким. Вот таким вот образом можно дозировать плотность тона, можно создать абсолютно совершенное покрытие и незаметное, даже если вы первое движение сделали не совсем верно. И у вас будет очень хороший, качественный, ровный тон кожи. Вот видите, движения только вот такие. Это позволит как раз сохранить целостность тонального средства. То есть у вас не будет он выглядеть. Тут есть тон, потом тут какая-то дырочка, а это бывает из-за очень сильной амплитуды нажатия. Например, вы берете тональный крем, нажимаете и вот так вот сильно терете. Вот тут потерли посильнее, здесь поменьше. И в итоге тут краснота, тут тон есть. И в конце концов опять с пятнами, опять вам не нравится. Поэтому вот что касается вообще тонирующих средств, тональные средства, пудры относятся тоже к тональным средствам. И конечно же консилеры, это тоже тональные средства. Только консилеры это для деликатной зоны глаз, тональный крем для лица. Учитывая, что я девушка возрастная, я прекрасно понимаю, что у меня здесь кожа очень нежная, морщинки есть. Поэтому я стараюсь не перегружать эту зону и туда тональный крем никогда не наношу. На эту зону я использую консилер, который как раз разработан для кожи вокруг глаз, для тонкой, которая проходит офтальмологический контроль для того, чтобы не создать слезотечение, раздражение и так далее. И чтобы не получилось так, чтобы вы улыбнулись, а у вас вот тут вот все скаталось. Это как раз бывает, когда перебор с тоном именно вот в этой зоне. Поэтому консилеры для глаз, тональные средства для лица. Немножко спрей. И самое, что интересно, в течение дня, когда нужно освежить, особенно если он немножечко подтаял, то вы можете вот этот приемчик сделать несколько раз. Один раз спрыснули, потом вот так вот спонжиком, несложно его взять с собой в косметичку. Второй раз, если это необходимо. Но вы увидите, что даже после одного раза тональные средства держатся значительно лучше. Просто регионы разные, везде по-разному. Солнце светит. И, конечно же, еще особенности вашей кожи, насколько она там склонная к жирности или сухая и так далее. Вот. Затем вы можете уже использовать сухие текстуры, припудрить, если это надо. Если вам нравится эффект как от тонального крема, вот сразу, да, такое немножечко есть деликатное свечение, вы можете пудру не использовать. Можете использовать пудру, которая немножечко еще зафиксирует и придаст матрость. Это уже индивидуально вы смотрите по вашим предпочтениям. Я очень люблю использовать помаду в качестве румян. И таким образом получается очень быстро, особенно когда мало времени на сборы. Вот такой приемчик. Спонжиком, бьюти-блендером нанести тональный крем, немножко консилера, румяна. И все. И у вас свеженький, ухоженный вид. И вот на такую базу можно делать абсолютно любой макияж. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, было полезно. Напишите, пожалуйста, под этим видео, делаете ли вы эти ошибки, которые я показала. И попробуйте новую технику. Приобретите вот такой бьюти-блендер. Он везде продается, недорого стоит. Но вещь просто необходимая. Хватает его тоже надолго. И вы посмотрите, насколько более качественной будет у вас тон кожи. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч.